привет и я построил 100 скважин в африке мистера биста это первые 100 скважин который мы построим в этом видео вы только что увидели как деревенька в кении менее чем за секунду получила доступ к неограниченному количеству чистой питьевой воды одна скважина есть осталось 99 вам понравится это видео вместе эти 100 скважин обеспечит питьевой водой более полумиллиона человек построив еще несколько скважин в этом районе кении мы полетели на юг в школы региона найрири и скажем так они были очень рады нам как дела я не ожидал этого спасибо за приветствие я не знаю как реагировать я ценю это ребята по прибытии терять и было же в новостях что это правительством или правительству какой-то страны где мистер без сделала те скважины не понравилось вот это что он делал эти скважины бесплатно но это конечно хорошие жесты хорошее дело от мистера биста и скважины понаделать но это тоже имеет свои последствия так скажем свои минусы мне для нас устроили церемонию приветствия и но он очень понравилось но он самый несуразный чел из тех кого я знаю да кто бы говорил а после того как нам показали школу а вот и наш гость как дела отличный денек да приятно было познакомиться один из преподавателей показал мне откуда в настоящее время школьники берут воду из реки которая крайне небезопасно для питья вот отсюда ваши ученики набирают воду да это безумие они жалуются на диарею инфекции например тиф потому что мы пьем эту воду мы стараемся ее очищать но вы сами все видите в конце концов жить как то нужно воду все равно надо где-то брать эта ситуация безусловно крайне печально жизнь этих детей осложняется иногда и обрывается из-за того что они вынуждены пить грязную воду но мы сейчас же положим этому конец по крайней мере в этой деревне вряд ли она на меня налезет у меня большая голова посмотрим сможем ли мы найти воду дождь пошел прекрасно после того как вода выходит из-под земли она поступает в огромные бочки подобные этой как только их установят водонапорные башни все соседние деревни получат не только чистую питьевую воду но и скважину под давлением а это значит что им не придется стирать белье в грязной воде тянет по шкале от 1 до мамы нолана насколько тяжело мама нолана умноженное на 2 о боже чувак я тебя столкну отсюда порядок вот так все под контролем мы построили еще 20 скважин в кении а после того как закончили у него там еще одно скважин волнуйтесь другом ботинки еще вода а вот как мы построили эти 29 скважин взяли гигантский бур и углубились на сотни метров землю минуя загрязненные источники и добрались до огромного водоносного слоя с чистой водой после этого проложили трубы чтобы люди по всей африке могли получать воду из таких колонок как это в наирире посмотрим как на вкус как вода мне потребовалась минута чтобы наполнить 18 литровую бочку сколько воды она может давать в день 13600 литров где эта скважина будет обслуживать не только 400 детей в школе но и весь район и деревни вокруг школы а кто будет обслуживать скважину собственно хорошо ли проложили нужно ли там через несколько лет будет учет нибудь обновлять там не засориться ли она а проводили ли собственно изучение воды она точно безопасный там не содержишь каких-нибудь веществ тоже вопрос интересно проложить по скважину это дело не такое тяжелое у нас в стране тоже в россии же прокладывать скважины постоянно это не очень-то дорого там на дачах где-нибудь прокопать может ей пользоваться благодарим вас без проблем эта штука можем безостановочно работать в течение 30 лет можно подумать что для подобного потребуются ресурсы и финансирования крупного правительства но это не так эта проблема решаема и человечество должно приложить усилия для ее решения а в чем секрет успеха честно найти то что тебе нравится и заниматься этим долгое время в конце концов успех придет так я подлечу поближе видите нас разве это не круто посмотрите туда он записывает ладно еще ближе хорошо да можно себя увидеть мы также вырыли скважину для этой деревни этой и еще двенадцати деревень а пока скважина достраивались мы также обновили одну из школ поставив туда совершенно новые компьютеры но что им нравится им очень нравится очень рад что все получилось кроме того мы обновили классные комнаты тут новая мебель и стеллажи с новыми книгами также подарили каждому ученику футбольный мяч спасибо за это и даже поставили во всех классах современные доски и проекторы ребята вам нравится проектор мы писали мелом от которого много пыли но сегодня все чисто мы очень благодарны без проблем это самое малое что мы можем сделать но когда мы вылетели на место строительства 45 скважины мы поняли что это общение еще труднее каждый раз когда нужно набрать воды им приходится совершать опасный поход через джунгли длиной в километр и маршрут проходит по огромной горе я просыпаюсь очень рано около четырех часов чтобы успеть набрать воды в школу нам небезопасно ходить сюда за водой тут очень скользко вероятность получить травму очень высоко пока над скважиной шла работа жители пригласили меня посмотреть как они добывают воду сколько раз в день вам приходится так ходить два раза два раза в день ничего себе значит ученики ходят с чем-то подобным да боже если бы 200 учеников ходили так каждый день было бы очень трудно было бы очень трудно о боже черт склон очень крутой мы просто без конца спускаемся вниз по горе каждый день удивительно насколько сложным был этот поход они ходят так каждый день лишь для того чтобы добраться до этого родника а вода в нем все еще не безопасно отсюда вы обычно берете воду наполненные водой эти кувшины могут весить до 18 килограммов что безумно тяжело для детей поднимающихся в гору да мы могут носить по две штуки тогда это уже могу и как только кувшины были наполнены пришло время отправляться в обратный путь быстрее идем он даже не вспотел не надо я сам я сам теперь им не нужно тратить несколько часов день на поход за грязной водой они могут брать воду из скважины рядом со школой прямо вот отсюда я очень устал и вот мы в следующей деревне где строим 46 колодец но мы столкнулись небольшой проблемой мы выяснили что эта деревня разделена пополам огромной опасной рекой сейчас она такой не выглядит но в сезон дождей вода поднимается очень высоко и заливает мост и почему это такая проблема деревня находится здесь больницы и школы там поэтому люди пересекают этот мост по несколько раз в день несмотря на опасность моста это единственный путь разливаясь река может унести взрослых детей и даже животных за последнее время погибло три человека пытаясь перейти лет такая гибель это безумие и абсолютно неприемлемо узнав об этом мы конечно интересно почему правительство этих стран не занимается такими вопросами конечно если вот мистер бист сколько вот стоит одна такая скважина сделать для одной общины и мистер бист можешь себе позволить и типа по итогу получается вот это вот фигнюшка которая 30 лет может работать и воду из скважины получать то это очень даже неплохо поняли что должны помочь мы начали постройку нового моста который позволит им добраться до скважины а сами проехали более трех тысяч километров из кении в зимбабве мы в африке уже более недели и нам еще нужно сделать много скважин от тебя воняет я знаю странно я утром ходил дадите закончить я опущу руки я могу рассчитывать на вас постройки скважин на первым пунктом программы было посещение местной больницы которая остро нуждалась в чистой воде войдя внутрь мы узнали как важна эта клиника для деревни сколько у вас тут в год рождается детей в месяц около пятидесяти значит 600 детей в год ничего себе увы беременным женщинам в этой клинике приходится идти более километра чтобы набрать воды а затем нести тяжелые ведра обратно но есть хорошая новость мы оплатили строительство новой современной скважины теперь осталось лишь запустить ее ну что нолан ты готов я готов конец связи сделайте резко увеличение нолан я нажал на кнопку работает она печет ну что пойдем и посмотрим сами да сделаем это мне нравится как люди сразу же начали набирать воду круче этого я ничего не видел но он профессиональный танцор он присоединиться почему я всегда танцую что он делает о боже все все я избавлю вас от этого зрелища помимо доступа к чистой воде многим ученикам этой деревне не хватало транспорта поэтому мы подарили всем новые велосипеды знаю кажется что детей очень много но мы и великов купили много признаюсь я не умею ездить на велике джимми умеет только дарить велосипед так и не научился кататься обкатаем новые велики 3 2 1 поехали все меня обгоняет аккуратнее я не умею ездить не хочу никого сбить хочешь прокатиться ладно давай малыш окей а после раздачи великов мы продолжили строить скважины добрались до 69 это скважина на солнечных батареях создана для помощи фермерам этой деревне она обеспечит водой все их посевы и домашний скот даже в засуху и без электричества мощность каждой панели 200 ватт она подключается к насосу он может перекачивать 5000 литров воды в час по сути это бесконечная вода для всей деревне невероятно не бесконечная скажу надо служить и панели надо обслуживать тоже не рано или поздно перестанут работать как и собственно батареи откуда идет энергия панели идет энергия в батарее же это электричество должно храниться бы ночью это тоже работала уехав из зимбабве мы захотели дальше обеспечить водой людей по всей африке поэтому мы построили скважины в уганде сомали и камеру не и если вы хотите узнать больше что мы сделали в камеру не скоро выйдет целое видео на канале филантропе время проведенное в этих деревнях заставило меня задуматься о важности скважин о том как они помогают фермам чтобы накормить голодных о том как они обеспечивают стерильные условия для больниц и что самое важное о том как они помогают детям нового поколения жить долгой здоровой жизнью и строить будущее всех этих общин мы ждем нового рассвета чистой питьевой воды вода это жизнь с помощью местных жителей мы наконец закончили строительство нового моста которым они будут пользоваться в течение ближайших стали жизни спасены соли объединяться тревоги но это сильно как рассказано 100 лет то есть если его не снесет наводнением то он все равно будет изнашиваться стоянно же будут по нему люди ходить он стальной он будет ржавеет со временем 100 лет от конечно много если конечно центральную часть потом можно бы заменить я думаю вот это вот основание и пиво типа быки останутся то это 0 до идет сотня скважин которые мы построили в этом видео изменит много жизней но они все поэтому перед тем как закончить я призываю вас перейти на без филантропи . work slash wells или по ссылке в описании по возможности пожертвовать деньги мы не получаем ни цента с этого видео сто процентов собранных денег пойдут на строительство новых скважин подобных тем что вы видели сегодня по всему миру знаю это странно что этим занимается ютюбер но кто-то же должен и если другие не делают это сделаем и как вы видите же сообществ где мы их строим правда меняется и наконец сотая скважина ну и можно понять почему не нравится по правительствам этих стран типа уганда и зимбабве вот это филантропия потому что прилетает белый человек белый бувана и решает какие-то проблемы у какого-то определенного количества местных общин все 100 скважин просто на даже если это 100 скажем было бы в одной какой-нибудь зимбабве или уганди это капля в море и местном населении там объем это огромные тысячи этих общин которым требуется скважины поэтому это конечно хорошая филантропия но это такая помощь когда шел помог денег в местном бюджете не появилось то есть как вот эти вот одежда дарить все эти огромные объемы одежды которые дарили африке там или обуви и все вот появляется а местные то есть местные те же самые производители одежды обувщики как им быть если получают бесплатную одежду люди зачем покупать тогда одежду от этих мастеров я ну что мистер бис таки скорее всего нанял ну почти наверняка местных работников чтобы делать эти скважины для воды но все равно маловато будет и местные правительства будут недовольны но всегда потому что еще и образ плохой люди они не заботятся о африканском населении своем на на хорошую неплохо молодец мистер бист так у меня есть гости я веду реакцию на стримы все ссылки в описании до скорой встречи всем пока